как автоматизировать работу с пинтерест мы уже говорили о том что аккаунт надо поддерживать в рабочем состоянии ежедневно выкладывая как минимум один пин оптимально штук 5 максимум 15 свыше 15 уже рискованно вас могут счесть спамером да и это времени отнимает достаточно много то есть вилки от 1 до 5 пинов в день это вполне достаточно причем это могут быть как ваши собственные пины так и сохранение чужих пинов тоже и здесь важно отметить тот момент что у нас могут быть ситуации когда у нас физически нет возможности пины дополнительно создавать вручную делать вот это красивое вертикальное изображение накладывать на него все надписи заполнять описание но аккаунт надо поддерживать на плаву за счет чего это можно сделать я очень советую автоматизировать все публикации которые у вас есть в разных сетях в инстаграме в на ютюбе если вы ведете свой канал чтобы они автоматически транслировались в ваш инстаграм ваш пинтерест и я покажу обязательно чуть-чуть попозже как это делается помимо этого когда вы садитесь создавать пин в самом пинтересте вспоминайте урок где я показывала как с помощью вот этого всего механизма красиво сделать наложить текст полностью запланировать свой пин мы загружаем картинку делаем к ней описание ну давайте возьмем любую картинку сейчас мне для примера это не так критически важно предположим что это нужный нам формат добавляем название приглашаем в речной круиз название должно быть релевантно картинке пишем здесь описание все то что мы хотим сказать обязательно ставим штуки две-три тегов больше не стоит потому что это будет выглядеть некрасиво и поисковый бот этого не любит но хэштеги надо обязательно добавлять чтобы дополнительно повышать шансы быть найденными в поиске и добавляем сюда целевую ссылку на тот сайт куда мы хотим привести людей причем это обязательно должна быть именно конкретная статья или конкретный листинг но не весь сайт не весь раздел вообще и мы выбираем когда мы можем опубликовать пин мы можем его выложить немедленно да мы выбираем доску куда мы хотим чтобы он сохранился но я возьму какую-нибудь из своих учебный учебную доску и мы можем здесь задать любую дату в будущем когда мы хотим чтобы пин вышел соответственно сев вот так вот поработать спинами мы можем сразу максимум 30 пинов в день на наперед себе запрограммировать чтобы они выходили без нашего участия если вы решаете что вы ограничиваете с в целом публикация одного пина в аккаунте вам вот этого сервиса уже вполне достаточно вы выбираете нужный вам день положим их из числа тех но ведь пускать не очень надолго вперед где-то в пределах двух недель выбираете время когда вы хотите чтобы было опубликовано и нажимаете на опубликовать он запланируется видите этот пин появился вот здесь в списке запланированных после этого нажимаем на плюсик и можем дальше создавать следующий пин и вот таким вот образом 30 штук вы себе можете сразу заложить здесь на хранилище дальше если вам позже пришли какие-то мысли вы можете выбрав галочками из списка определенные пины либо их удалить либо немедленно опубликовать это на ваше усмотрение но самое главное что вот этот инструмент позволяет вам сразу уже 30 пинов выложить дальше у нас есть несколько сервисов которые позволяют в течение месяца еще дополнительно 30 пинов бесплатно сохранять и тоже планировать на будущее причем это количество каждый месяц обнуляется это в первую очередь сервис later у которого как вы видите их у тп уникальное торговое предложение это навечно бесплатное в минимальном формате на одну социальную платформу и 30 пластов в месяц на этой платформе вы можете спокойно здесь использовать эту возможность но если вы захотите чтобы у вас еще и инстаграм подключился то тогда вам придется все таки покупать уже платный формат или регистрировать два разных аккаунта если только вам позволят этого сделать потому что сейчас многие программы стали определять пользователя по ip адресу поэтому тут я не знаю я не берусь утверждать можно ли с одного компьютера на два разных емейла создать два разных профиля могут и не дать но вот с помощью лейтера вы себе создаете аккаунт и дальше просто идете по их подсказкам и в этой платформе тоже 30 пинов вперед себе забиваете сервис худ сьют дает возможность первые 30 дней бесплатно попробовать он в принципе дорогой если вы хотите просто вот саму возможность дополнительно 30 пинов с его помощью создать вы можете это сделать но это количество невозобновляемое соответственно как только вы доходите до этого лимита нет до точнее до 30 дневного лимита после этого все вы уже больше не можете ничего с помощью этого сервиса выкладывать но здесь как вы видите в течение 30 дней неограниченное количество постов вы можете запрограммировать то есть можно взять себе на месяц бесплатную пробу сесть крепко на полгода год вперед туда загнать постов и месяц спустя все у вас эта возможность исчезнет сервис баффер очень популярный на западе у него бесплатный пробный период 2 недели там вы можете где-то в пределах 100 постов запрограммировать после этого придется если вы решите с ним остаться выйти на оплату минимум 15 долларов в месяц сервис тейлвинд очень-очень популярный вот среди пиннеров он вообще считается номер один во многом благодаря тому что он самый первый запартнерился с пинтерестом поэтому он успел снять в свое время все возможные сливки и соответственно у него очень много уже накопилось и информационных обучающих материалов и плюс у него помимо планирования еще тоже очень развернутая аналитика здесь пристегнута и внутри платформы есть возможность связать между собой инстаграм и пинтерест аккаунты но это уже в платном формате и здесь у вас бесплатный пробный период если вы хотите попробовать это на 30 первых постов 100 в пинтересте или 30 в инстаграме что тоже в общем очень неплохо я считаю что из каждого сервиса снять сливки взять понемножечку где кто что чего дает бесплатно это уже будет очень хорошо таким образом мы имеем 30 пинов непосредственно из пинтереста мы имеем 30 пинов из лейтера ежемесячно и плюс вот с остальных платформ какое-то количество фиксированных пинов тоже можно запланировать это вам достаточно на долгий период снимает головную больни с необходимостью каждый день что-то такое в пинтерест выкладывать и я вам в дополнение к этому уроку скопирую из клана в материалы нашего челленджа еще вот такой вот элемент урока как подключить мой любимый сервис и фттт у меня есть видео которое лежит на канале на ютюбе принцип действия там сохранился тот же самый просто сейчас поменялся немножечко интерфейс поэтому я вам в качестве инструкции выложу вот эту всю пошаговую инструкцию как связать с помощью и фттт ваш пинтерест аккаунт с инстаграмом и ровно таким же способом все это будет работать и в отношении фейсбука и в отношении ютюба соответственно вы можете подобным образом связать с вашим пинтерестом все площадки на которых вы работаете и вот в этом как раз случае если вы задействуете и фттт то все ваши публикации которые вы будете делать на этих площадках они будут автоматически в качестве пинов появляться у вас в аккаунде да у них будет не идеальный формат но по крайней мере это будет активность в аккаунте а иногда лучше знаете вот мой принцип что лучше пусть будет формат не самый оптимальный но зато не будет вот этих пробелов перерывов в работе и пинтерест не будет к вам предъявлять претензии что вы неравномерный нестабильно работающий пинтер а в особенности если у вас инстаграм будет таким образом привязан то вообще все будет в полном порядке потому что квадрат инстаграмовский в пинтересте сейчас является как мы уже тоже с вами видели вполне нормальным допустимым рабочим форматом который можно использовать естественно когда вы создаете целенаправленно пин лучше его делать вертикальным но когда вы его сохраняете из инстаграма это абсолютно нормально что у вас квадратный пин идет в ваш аккаунт и и и и и